Нужно аккуратненько ходить, где принц, но это просто жесть. В сегодняшнем видео Польша достопримечательности, польский маленький городок, в котором был самый большой замок в Европе. За окном погода не очень, но это мне не мешает, естественно, чтобы поехать и посмотреть на красоту, надеюсь, что распогодится. Кстати, это место мне показал священник, которого я сердечно поздравим, передаю огромнейший привет. Хочу вам показать руины дворцовой резиденции, построенных в 1627 году, в 1644 году. Находится в городе Уяст, в швинтокшитском воеводстве. Все, поехали! Замок Кшиштофор. Огромное впечатление и покажу вам, как он выглядит. Очень много интересных фактов, о которых я вам тоже расскажу. Конечно, место потрясающее. Величайший дворец своего времени. Мало кто знает, но резиденция Кшиштофа-Салинского была самым большим дворцовым комплексом в Европе, пока не был построен знаменитый французский Версаль. Это сравнение должно дать вам представление о размерах и затратах на возведение этого объекта. Для одних замок является доказательством могущества Польши и статуса, для других доказательством тщеславия и мании величия. Факт остается фактом, что только Версаль, резиденция самого могущественного правителя Европы 17 века, Людвига XIV, превзошел Кшиштофор своими размерами. Руины укрепленной резиденции Асалинских, замок Шиштофор на самом деле является дворцом с сильными оборонительными качествами, окруженными массивными укреплениями бастионного типа, так называемыми палаццией инфортез. Эта мода пришла в Польшу из Италии и по сей день в стране можно найти и другие примеры построек такого типа. Тут, наверное, можно потеряться. Но хорошо, что здесь есть Керунок Звидзанин, то есть направление, куда можно идти. Первый пункт, второй пункт. Так что думаю, что я не потеряюсь в этом замке. Это так красиво. Кшиштоф Асалинский, инициатор строительства, был верующим, но это не помешало ему развивать свои интересы в области магии и кабала. Об этом вы узнаете, что я имею в виду, дальше в видео. Разгулаться тут можно. Тут такие камни, чтобы не упасть нигде. Нужно аккуратненько ходить. Но это тому стоит. Чувствую прям себя такой принцессой. Только вот где принц. Кстати, замок построен по пятиугольному плану, и здесь было 365 окин, то есть столько, сколько у нас дней в году. Вот такая вот интересная информация, интересные факты. Кстати, я когда сюда ехала, была такая мгла, что я боялась, что я вообще ничего не увижу. Но мне повезло, и уже через несколько часов вот такое вот прекрасное солнце меня встретило. Тут вот, пожалуйста, фотографию себе можете сделать и завпечатлить себя в этом историческом месте. Еще одна легенда. В подвале дворца, а точнее у подножия башни, есть источник под названием Кшиштопожанка. Говорят, что вода, вытекающая из него, не только вкусная, но и чрезвычайно полезная. О, тут, пожалуйста, сессия, свадьба. Господи, бедненькая, как ей не холодно. Любовь требует жертв. Стремненько немного. Здесь было 52 комнаты. Это столько, сколько у нас недель в году. И здесь было 12 больших в залах. Это столько, сколько у нас месяцев. Так что, конечно же, тут все было продумано. Не менее впечатляющее впечатление производили дворцовые конюшни на 300 лошадей, расположенных в подвале, освещенным специально расставленными зеркалами. Легендой гласят, что лошади ели из мрамотных кормушек. Везде тут написано осторожно, скользко. Конечно, ходить под землей страшновато, но тут один мужчина ходил, поэтому как-то не особо страшно было. И моя любимая, конечно же, в списке легенд не мог не быть таинственный туннель, ведущий из замка. Но куда ведет туннель из Кшиш-Топора? Может быть, ведет Васалинский замок в Васалине, от которого до наших дней дошли лишь отдельные фрагменты. И, кстати, здесь было 4 больших башни. Это столько, сколько у нас времени года. Весна, зима, лето и осень. Вот как все придумали. Это, конечно же, красота. Я уже приближаюсь к концу. Итак, в Кшиш-Топоре обозначено несколько тематических экскурсионных маршрутов. И если у Вас не так много времени, так как у меня не было, Вы всегда можете выбрать только один из нескольких вариантов и сосредоточиться на том, что Вам больше всего интересно. И то, что я говорила в самом начале, с проводником Вы можете даже посетить ночью замок. Я надеюсь, что Вам понравилось это видео. Увидимся с Вами в следующем. Буду по возможности показывать не только, конечно, Варшаву, но и другие места в Польше, потому что их очень много-очень много интересных и красивых мест. Увидимся с Вами в следующем видео. Всем пока!